Всем привет! Мы продолжаем играть в Darkest Dungeon. И вот, ура-ура, набрали купчих, улучшили кузницу, но волки у порога. Да. Это дополнительная миссия, которая доступна, получается, только на этой неделе. Если мы её не выполним, то будет отвратительнейшее просто что-то, не знаю что, но что-то будет отвратительнейшее. Так что нужно пойти и убить бандитов. Да, это быстрое подземелье, чемпионское, то есть нужно самых топовых брать. Из шестых у меня только дрессировщик, но не знаю, не хочу сейчас я его брать. Это просто жесточайший бой на самом деле, с боссом, плюс до него нужно ещё дойти. И вот у меня выбор был между двумя хилами, оккультист и весталка. С весталкой, в итоге, когда мы дойдём до босса, у нас будет лучшее состояние. То есть, ну, все будут, по сути, на фулл хп. Но в самой битве с боссом весталка не очень хороша. А с другой стороны, оккультист, когда мы придём, может быть, мы будем побиты, но поднимать он будет на полный столб. А это именно то, что нам нужно. Поэтому, скорее всего, будет полностью хилищий оккультист. Могильная воровка с дамагом плюс уклонение. И две полностью в дамаг дикарки. Просто вот прям полный дамаг. Даже в ущерб скорости, в ущерб всему. Да, по скиллам. По скиллам у нас что? В принципе, всё стандартно, но прилив адреналина заменён на варварский вопль. А когда мы дойдём до самого босса, надо будет не забыть глубокий рубец заменить на прилив адреналина. Нет-нет-нет, железного лебедя надо будет заменить. Когда мы до босса дойдём, потому что в битве с боссом железный лебедь не очень заходит. Или всё-таки заходит? Нет, мне кажется, не очень заходит. Ну, вот так вот. Тратим денежки на улучшение. Да. О, а тут уже все прогрейшены. Ага, ну как сказать, все прогрейшены. Здесь ещё нужно будет вопль докачать до фула. Так что денег надо немерено. Пошли продавать. Да, с днища я ничего никогда не использую. Хотя вот свисток-то классный. Ладно, погнали. Смотрим дальше потихонечку. Так, это что такое? Ловушки, уклонения. Уйди. Плохо. Тоже не очень хорошо заходишь. Можешь пригодиться. Ты. Яд. Противление. А вообще неплохая вещь. Урон против животных минус 2 тоже. 10% в уровне 4 уклонения. Маловато. Блин, неплохой. А, только прокажённый. Ну, тогда я не знаю. Так. Только выродок нет. Минус 2 скорости нет. Да, я думаю, что 20 косарей где-то наберу. И перестану продавать. Если факел более... Ну, блин, не знаю. Что-то вообще не очень. Дальнобой навыки. У меня есть кольцо сосредоточения для этого. Это может ещё пригодиться как-то. Ну, раз уж я здесь не использую, то, наверное, уже никогда не буду использовать. Так, плюс 8 уклонений. А, блин. Вообще, морщащая накидка. Не так уж и плохо. Кубок спешки может пригодиться. Хотя, если я только двух весталок сразу буду вести, тогда только кубок спешки подойдёт. Кубок молодости точно нет. Книга ярости. Ну, никогда я её не использую. И вот у нас 20к. Пошли грейдить. Одна есть. Да, но на припасы денег не осталось, поэтому дубликат продаётся. Ещё есть. Да, бесполезный щит продаётся однозначно. Дубликаты, дубликаты. О, дубликат. Уйди. Так, 11к. Надеюсь, этого хватит. Проверять лагерные навыки смысла нету. Блин, ну это ужасно. Почему я так не хочу сюда идти? А вот почему. Вам придётся схватиться с безжалостными бандитами. Стрелять рушащихся знаний. Да. И разгорающегося зарева пожаров. А, сие не будет лёгкой задачей. И что там дальше написано? Что в русском переводе не видно. А то, что если мы захотим отсюда убежать, то кто-то умрёт. Ужасно. Я сейчас задумался, может быть, собачник не так уж и плох для этой битвы. Или всё-таки нет. Или всё-таки да. Может быть, он не так уж и плох. Подождите. Вместо могильной воровки. Да, вообще, если подумать, то так будет получше. С сторожевым псом. Метка не нужна. Это, наверное, тоже не нужно. Стан с третьей позиции не получится. Наскок мне пригодится. Ну, в основном, ради сторожевого пса я это делаю. Так, у нас есть ему брелок на уклонение, в принципе. А есть ещё брелки на уклонение? Да, есть мерцающая накидка. Так, ему ещё можно как-нибудь уклонение бафнуть? Вот. Да, вместо накидки. Круто. Да. Да. Я даже не жалею, что я потратил деньги на улучшение могильной воровки. Потому что это мне потом всё равно пригодится. Да. Да-да-да-да-да-да-да-да. Да, он лучше зайдёт. Он зайдёт лучше. Он однозначно зайдёт лучше. Сторожевой пёс. До фула. Плюс 25 уклонения. То, что нужно. Стан не нужен. Стресс-хилл тоже обойдусь без него. Вот так вот. Метка не нужна. И две этих есть. Не надо хилить. Что я поставил? Я хил поставил. Да, сама хил ему пригодится. Всё. Вот. Вот теперь мы готовы. Куча уклонения у него. Сколько у него уклонения? 42. Плюс будет бафать ещё этой. Да, то, что нужно. Угу. Угу. Куча урона, куча хила. Всё. Да. Да. Пошли. Вот теперь. Теперь, мне кажется, всё будет хорошо. Какой-нибудь брелок ещё продадим. Очищающий кристалл. Хотя нет, он может пригодиться. Не знаю, что продать. А, блин, вот классный. Плюс 12 уклонения. А ну-ка. А ну-ка. Плюс 4, плюс 8 уклонения. Минус 2 мелкости, плюс скорости, сопротивление, ослабление. Да, надо ему этот дать и этот мошенник. Но вместо чего? Вместо тебя, наверное. Оп. Всё. Круто. Теперь у него базовое уклонение 50. Классно. Вот это мне уже гораздо больше нравится. Так, ещё что-нибудь продать надо. Продать, 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 продать. Да, долго я готовлюсь, но, блин. Не хочется всё-таки терять легендарных чуваков своих. Однозначно полная еда. Лопата. Да, да. Лопаты здесь нужны. Противоядие. Дайте вспомнить. Дайте вспомнить. Нет, ни одного противоядия не надо. Бинты нужны. Да, при том, что у нас скультист. Я бы купил больше. Целебные травы нужны, потому что у нас 2 варварши. Ключи. Я не пойду за сундуками. Факела. Вот так пусть будет. По скиллам. Начинаем мы с таким сетапом. А заканчивать будем с приливом адреналина вместо железного лебедя. Да. Всё правильно. Ладно, всё. Давайте, пошли. Очень надеюсь, на самом деле, на удачу с таким сетапом. Есть похожий, ну, вообще стандартный сетап, это с воителем, потому что воитель в этом бою очень хорошо всё делает, но у меня его роль исполняет дрессировщик. В чём разница? Воитель гарантированно 100% справляется хорошо, потому что он своим скиллом, который защищает союзника, бафает себе защиту, и в итоге по нему просто гарантированно не проходит урон. А у нас дрессировщик бафает себе уклонение, и по нему может пройти урон, а может не пройти. И вот это только меня беспокоит. Так. Да. Ну. Направо или налево? Направо или налево? Пойдём налево. Как я не хочу сюда идти, на самом деле. Ага. Пошли битва. У баклайна, как видите, они здесь некоторые в зелёных шапках, некоторые... Какой-то цвет. Какой-то цвет. Пусть будет... Земляного какого-то цвета шапках. Так вот, земляного цвета они сильнее. Значительно сильнее. Так, оккультисту порез мне это, надо будет свопнуть. Но вообще он ради хила, чисто ради хила он здесь. Так, подавляющий огонь. Вот... Уф, хорошо как уклоняются. Ревший апперкот. Ещё подавляющий огонь. Вот ради этого нам нужна была весталка, чтобы хилить вот этот вот урон. Распредженный. Ну, разве весталки нету? Блин, как мало урона наносит. А, это прорывом? А, всё, всё. Я уж испугался, типа, думаю, чё, так мало урона? Не, на самом деле всё хорошо. Да. Блин, чуток не хватило. А вот и вот так. Ох, как хорошо. И этот даже помрёт. Так. Вот. Так, так, да. Возможно, вы не знаете, что делает варварский вопль. Он станет двух ближайших врагов. Ну, с достаточно хорошим шансом, если уж на то пошло. Но... Режет в самой варварше урон и уклонение. Ну, примерно то же самое, что прорыв. Только стан вместо урона. Угу. Так, первая битва. Угу. Бережём собачье лакомство. Возможно, оба собачьих лакомства пригодятся... Да. В самой битве с боссом. А вот это настоящая битва. Элитный бандит-рейдер. Элитный бандит-охотник. И два зубочёлка-мучителя. Это страшно. Это просто страшно. Ослабляющее проклятие. Надо порезать урон. Не знаю, кому, но кому-то надо. Тебе. Пожалуйста, порежься. Спасибо. Ммм. Будут кровь пускать? Да, пускают кровь. Резист. Хорошо. Так, у тебя порезан урон. Не забывай об этом, пожалуйста. Спасибо. Да, он ещё стресс обычной атакой накидывает. Не забываем об этом. Пошли. Пошли. Вот так вот, ауешками закидаем их. Заточка, не бей. 14. Кровотечение, отметка. Вот вам по лицу всем. Так, оккультист. Оккультист. Так, сколько? Три крови. 6 хп. Надо ещё урон. Всё нормально пока? Пока всё нормально. Умри, пожалуйста. Умри. Спасибо. Так, ты последний свой выстрел делаешь. О, клонилась. Отлично. Так, нужен хилотоккультиста на 40 от минимум. 27. Ну, ладно, жить можно. Да. Да. Здесь нужен бинт. Как бы я не хотел его сэкономить, но... 150 золотых. Ладно, потихонечку, потихонечку. Карта местности. Ага. Ничего не дало. Я вас понял. Ещё факел. Еду пока не проедаю. Начинает казаться, что всё-таки... Вот так будет лучше пока что. Да. Нет, не знаю. А, пусть та, которая спереди стоит. Так, нужно... Нет, вот прям потрачу время, но рассчитаю всё дело. Какая ходит первая? Первой ходишь ты. У тебя должен стоять железный лебедь. Да. А у тебя должен стоять вопль. Всё. Вот так. Что у вас за дебафы? Они сейчас спадут. Хорошо. Всё. Нормально. Пока что не слишком всё плохо. Да. Погнали в комнату. Так, безумец. Вредящий безумец. Не просто безумец. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Искрита сразу. Ну ладно. И предсказание. Ну, блин, стресс-хиллера сюда брать это непозволительная роскошь на самом деле. И вынужден я продолжать хилить. Три. Как же жёстко. Кровотечение сильное. А, да, потому что с критом, поэтому такое сильное. Придётся делать так. Сцеление. Кого? О, урон или стресс? Я не хочу... Блин, они оба стресс наносят. Чувствую, что надо лакомство использовать собачье. Но так не хочется. Ладно, давайте опять просто всех закидаем ауэшками. Да, закидаем ауэшками. А может быть и... А. Ага. Вот. Так, да, 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 хорошо. Вот это прям хорошо, прям, прям хорошо. Уклонение. Да, у тебя 50 уклонения, чувак. Тебя вообще никто ударить не может. Не стакай кровь. Не крит. Не стакай. Хорошо. Хилы, да, хилы нужны позарез. Шесть. Ну, блин, ну чё такое, оккультист. Это оккультист, блин, пятого левела. Пятого. Так, ладно, нормально. Ещё жить можно. По лицу. 20. И открою, умрёшь. Хорошо. Давай. Блин. Поуклонялись все. Ага. Кто-нибудь его снимет, пожалуйста, до того, как он выдаст. А-а-а-а. Обвинение. Чёрт. Чёрт. Сколько? Шесть. Он умирает? Да, он умирает. 19. Вот нормальный хил. Наконец-то. Угу. Где у тебя вот? Ещё лут какой-то находим. Так, налево точно нельзя идти. Потому что, ну как, нельзя, можно, но, блин, там не то, что я ищу. Блин. Очередная битва. Отдавляющий огонь, пожалуйста, без критов. А-а-а. Лебедем? Нет, наверное, тебя лучше будут убить. Да. Так, хилы, там все дела. Порежем тебе урон. Наказание. Бум. 24. Нормас, всё, хп снял. Бум, 11. И я, ну, я открыл течение. Тебя надо добить. 6, 3 урона, добить. 8 хп тебя тоже надо добить. О-о-о-о. Так, лопатка последняя. Блин. Элитная подъехала эскадра. Кому урон резать? Вот вопрос. Кому резать урон? Наверное, тебе. Или тебе. Нет, бэклайнера я убивать буду. А не урон резать. Да, тебе порежу урон. С критом, пожалуйста, спасибо. Минус 40% урона. Бэклайнер, получай. У-у-у, красиво как. Прямо то, что нужно за точкой. Так, да, у тебя урон порезанный еще был. Все, хорошо, выстрел в упор. Эх. 11. У нас локультить для этого есть. Вот здесь бы висталка не так хорошо справилась. 14 урона. Нормально. Так, ты... Блин, как мало урона он наносит. Ну, я его сюда не ради урона взял, на самом деле. А ну-ка еще. 9. Итого у тебя... Он мертв. Прекрасно. По хилам как? 35, 40. Нормально. Лучше урон порезать. И удар. И ты тоже удар. 21, сколько? Блин. Блин, нет, нет, ну ты... Пожалуйста. Ну, давай. 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 Не-а-а-а. Безнадежность. Ммм. Безнадежность. Вот так вот. Опа. Проклятое благовонье. Блин, классный брелок на оккультиста. Очень классный. Может даже... Он лучше или зайдет? Нет, у меня здесь оккультист чисто хилить будет. Ну, вообще, это очень хороший брелок. Да, ну, факелов явно перебор. Но это очень хороший брелок, опять же, повторюсь. Идем. Идем. Я вот не знаю, здесь босс будет. Ну, по логике здесь. Вот посмотрите на это подземелье. Мне кажется, здесь будет босс. Факел. В радиации мы сможем найти победу. Так. Свопнуть скиллы. Да, Железный Лебедь не нужен. И тебе тоже вот так вот. Вопль, чтобы был. Или... Нет, Железный Лебедь не пригодится. И вот они, 6 целебных трав. Будут выигрывать у меня каточку сейчас. И, конечно же, дрессировщик. Со своим уклонением. Погнали. Да. Граната пошла. Бум. Граната. Неприятно. 200 хп у этого чела. Шаг первый. Ослабить. Ослабься, пожалуйста. Спасибо. Как бы шаг второй. Дать по лицу, либо застанить. 100% стан резиста. Шан застанить. 60%. Неплохо, но... Я предпочту дать по лицу. Да, пока есть возможность по лицу. Надо по лицу. Что это у нас? Стан из ОМОН двух чуваков. Ладно, старый живой пёс пошёл. Так, 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 щиточек. Ничего страшного. Ничего страшного. Сколько у нас уклонений у тебя? Уклонения 75. Если он не уклонится. Если он не уклонится. Так, ну чё, прорыв пошёл? Да? Либо стан. Нет, прорыв. Всё, нужно урон вносить просто вообще, как не знамо кто. Время вышло. Уклонись! Да твою ж мать! Как так-то? Ладно. Ладно. Опа, на него на самого кинули. Так, ещё урон резать. Да не надо ещё урон резать. А, у этой штуки парирование есть. Порежем урон тогда тебе. Или хил. Нет, хил, хил, хил. Хил, да. Нужно, чтобы все всегда были на фулах. На фуле. Так, боевой клич, это что такое? Прикрыл. Это стресс. Нормально. Да. Собачье лакомство. И давай по лицу со всей силы ему. Со всей силы. 18 хорошо ещё с кровотечением. Ты в стане простояла. Ты с порезанным уроном. Целебная трава. И ещё прорыв. Да твою мать! Нельзя ж так. Боевой клич. Ещё стресс. Ну ладно. Ладно, пока что ещё можно жить с этим. Заточка. Не слишком. Не слишком. Нормально. Нормально. Блин, там кровотечение, правда, ещё. Уклонись! Да твоё! Такой баф, блин, к уклонению. Ты ничего не можешь уклониться. Время вышло. Ну. Да ты издеваешься. Он хоть от чего-то может уклониться? Опять на него. А. Он уклонился от броска. Ага. Не зашло что-то уклонение от броска у него. 15 хп. Эээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ урона с того щит щит плевать на фит у меня все атаки уешние ты прорыв ну хорошо много урона вносишь боевой клич стресс ничего страшного уклонился да вот давай продолжай уклоняться опять двойной порез чертов уклонились молодцы так да однозначно бинты у тебя дебаф целебная трава пошла прорыв ну хорошо одного еще взяли сняли у этого 1 хп 1 хп уклонись 34 34 34 вы издеваетесь и опять на него 34 урона и он ничего не может уклониться боевой клич блин он же не он урон не наносит слава богу что за дичь прорыв да как вы это делаете почему он с 70 процентами уклонения не может уклониться ни от чего 70 процентов ну 71 процентов то 2 хп ну хоть кровь не пустил 70 процентов уклонения он не может уклониться что за дичь ну а чё я могу пошел дальше настукивать резист а тебе целебная трава пошла прорыв да как вы это делал что время вышло 41 41 и опять осмотреть как хорошо давайте закидаем его 41 урона он все равно уклониться не мощнее чего пожалуйста спасибо подними его нормально могила подождет вот правильно сколько 62 хп еще осталось этого чертова урода не вздумай ничего слава богу все хорошо молодец молодец я тобой горжусь хорошая цель 150 3 хп у этого чела еще боевой клич что такое это стресс хрен с ним еще лакомство и давай догрызая его к черту его 33 хп всего всего-то время вышло ну да твою мать и издеваешься вы издеваетесь что за дичь граната пошла нет она впитает урон сама уж уж простите я ее защищать не буду 6 1 целебная трава осталось всего минус 20 процентов урона минус 40 процентов урона сложный выбор наверное блин а нет все нормально да да пошел 11 хорошо хорошо двойной порез плохо 7 урона только не при смерти не при смерти хорошо что ты делаешь просто очень хрен с тобой это решаю так это чувака насомонила но нам плевать 19 хп у тебя так догрызи пожалуйста 14 14 6 урона так так бомба исчезла бомба исчезла так в суху в в в в она не приняла тел примитив его спасибо м на умре Виктория в Маунте, так и вероятность. Ужасно. Ихспы даже никому не дали. Уныние, вампирский дух. Но, по крайней мере, больше никогда не придется с этим возиться. Все, никогда, никогда больше с этим не буду сталкиваться. На сегодня все. Давайте посмотрим, за сколько можно будет продать этот брелок, если мы захотим. Не за сколько, его нельзя продавать. Ну и хорошо. Да, ну просто так, для справки, если бы мы не пошли туда, либо пошли бы, но не убили его, то через несколько недель такой оп, опять волки у двери, оп, опять волки у двери. Ну и, конечно же, очень какой-то негативный таун-эвент был бы. Не знаю какой, но какой-то очень негативный. Может быть, что-то было... А, нет, я знаю. Нам бы подбрасывали вот эти апгрейды. Причем так неслабо. Типа, наше поместье разграбили. Теперь вам заново придется прогреживать гильзию, кузницу и все дела. Да, оно того стоило. Так, она у нас только в бордель, что ли, хочет? Да, только в бордель. Ага, денежки закончились. Как мы оккультисту тогда стресс снимем? Так, два кубка спешки продать. Легендарные наручи нет, они слишком хороши, чтобы их продавать. О, два этих продать. Хорошо, теперь можно оккультисту стресс снять. На сегодня все. Всем спасибо. И всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok